Дамы и господа, доброго дня! Сегодня у нас необычный гость из Германии Налобный фонарь от известного производителя Люпин Давайте присмотримся к нему поближе Пришел он в картонной упаковке черного цвета Очень элегантный Сверху логотип собачки Выкатился внутри Находится кейс Из кордуры, мягкий Служит для того, чтобы уберечь ваш фонарь И содержимое от всяческих падений и ударов Во время транспортировки и хранения Что у нас внутри? Зарядное устройство от сети 220 вольт Шестигранный ключ Запасная батарея Собственно фонарь в сборе Состоящий из головной части фонаря Из эластичных ремней наголовных И держателя батареи Собственно батареи Ну и инструкция на немецком и на английском языке Очень подробно с картинками Собственно фонарь Очень легкий Очень маленький Прошу обратить внимание на размеры головной части фонаря Вот по сравнению с зажигалкой Она крайне легкая Около 50 грамм весит За свет отвечает у нас оптическая система Из двух коллиматорных линз За ними расположены два светодиода От известного производителя КРИ XML BIN-U2 Давайте включим фонарь Посмотрим что Посредством такого герметичного разъема Происходит его включение Обратите внимание Забегал индикатор Синим сначала Потом красным Это индикатор вольтажа батареи В данном случае Я насчитал 7 вспышек синих И 7 вспышек красных Что означает Что фонаре 7,7 вольт Также очень любопытная у него батарея Я не сталкивался ни с чем Идет две батареи в комплекте Одна обычная А другая так называемая smart В чем же ее умность Нажимаем на кнопку Она нам пискнула 4 раза И показала что батареи заряд 80% Если бы она нам пискнула 5 раз Соответственно 100 Если 4 Соответственно 60 Это очень удобно Не снимая фонарь с головы Можно проверить его В общем-то Остаточный заряд его батареи Также функция есть интересная У батареи Вот это бегущий огонь Или Вот Постоянный огонь Это необходимо для того Кто ездит на велосипеде Или просто для соблюдения Мер безопасности Чтобы показать себя И обозначить Вот Собственно фонарь Кнопка достаточно большая Вот Смещена она вправо Это будет удобно для правши Особенно Нажимать ее удобно Вот Клик не ярко выраженный Вот Включение происходит Кратковременным Нажатием Переключение Коротким кликом Вот Выключение Удержанием Фонарем удобно Оперировать Как голыми руками Так и В перчатках Вот Это позволяет Точно так же Им Манипулировать Это очень удобно Так же Размеры крепления Позволяют Его Подышфонарь Использовать В качестве На шлемного Сейчас мы С вами убедимся Вуаля Фонарь На шлеме Регулировки по высоте Вы видите Сзади батарея Кстати Крепление Достаточно Прочное Прошу обратить Внимание Вот Фонарь Я только Страшными усилиями Вывернул И то Вот При Векторе Вбок Вверх Вниз Вот Фонарь Батарея Крепко И очень Прочно Удерживается Крепление Очень удобно Что вы видите Что на Резинке Есть крепление Для Шнура питания Вот Он не провисает Ни за что Не цепляется Вот Также Этот фонарь Можно использовать И на военном Шлеме Современном Ну точно Так же Устанавливается На него Очень легко Это позволяет его использовать При необходимости В качестве наломного У этого фонаря Есть отдельные Крепления Для Велосипеда И для Шлема Я надеюсь Что мы В следующем Обзоре Постараемся Рассмотреть их Поближе Чтобы вы Представили себе Общий взгляд На это Достаточно Гибкое решение Свет фонаря Яркий Заливной Видно Все прекрасно Посмотрите Видео Бимшоты Также Вот еще Сравнение С Известным Производителем На АА батарейках Вы видите Насколько Решение От немецкого Производителя Компактней Вот На максимуме Включена Себра Вот На максимуме Включен Люпин Оставайтесь с нами Будем стараться Вас радовать Новыми Обзорами Спасибо Фирме Люпин Что Надеют Такие Великолепные Фонари Это То Чего Мне Не хватало Достаточно Давно Всем Хорошего Дня